Я предлагаю начинать. В общем, я хочу всех присутствующих поздравить с началом недели науки. Это такая, скажем, хорошая традиция проводить в первом семестре серию мероприятий под названием «Неделя науки». И, конечно, сегодня нашими лекторами, спикерами, менторами и ещё все вот эти модные слова, но содержательно всё-таки лекторами будут Артём Дмитриевич Литовченко и Руслан Александрович Запорощенко. Они расскажут о фэнтези и там двоеточие книга «Кино и идеология», но лучше уже об этом расскажут вам они. Всем хорошего времяпровождения. Здравствуйте, в первую очередь. Здравствуйте, все присутствующие. Здравствуйте, Руслан Александрович. Здравствуйте, Артём Дмитриевич. Приветствую всех. Что, собственно, мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем не просто говорить о фэнтези, мы постараемся говорить о ней так, чтобы это было похоже на результаты научного исследования. В чём, собственно, наша основная идея? Наша основная идея, во-первых, в том, что фэнтези, как жанр специфический, искусство массового в том числе, заслуживает социологического разбора и социологического рассмотрения хотя бы поверхностного. И, во-вторых, наша идея в том… Нет, не в том квадратике, который сейчас появился на экране прямоугольничке. Наша идея в том, что фэнтези обладает некими особенностями, которые можно трактовать в социальном ключе, в социальном и социологическом. Но вместо того, чтобы выкатить на экран три слайда, где будет прямо написано социологическое значение фэнтези, мы всё-таки её разберём несколько подробнее. Почему? Потому что мы считаем, что в данном случае форма заметно воздействует на социологический эффект, на социологическое содержание. И не разобравшись, что собой представляет фэнтези, хотя бы чуть-чуть не разобравшись, что она собой представляет, как этот самый жанр, мы не сможем ничего социологического о них сказать. Вот это вот введение, по-моему, удалось, оно достаточно короткое. Руслан Александрович, вам слово. Да, подчёркиваю каждое слово Артема Дмитриевича. Собственно, разговор сегодня у нас пойдёт о следующем. Во-первых, конечно, хотелось бы, наверное, мы как исследователи ставим перед собой, ставили и ставим три основных вопроса, которые вы можете увидеть у себя на экране. Это, собственно, главный вопрос о том, что такое фэнтези, его структурные, функциональные возможности и так далее. Как создаются фэнтези-миры, то есть что такое фэнтези-мир, в книге, в литературном плане, что такое фэнтези-мир в кино, похожи ли они, отличаются ли они, какие есть особенности, виды и так далее. Конечно же, будем разбирать это всё на самых популярных и, может быть, не очень популярных примерах, которые, я уверен, кто-то из вас читал, кто-то из вас смотрел и так далее. Ну и, конечно же, поговорим об идеологии. То есть об идеологии, которая, с одной стороны, является тем способом, благодаря которому современный кинематограф существует. То есть, по большому счёту, кино как бы создаёт идеологию. С другой стороны, мы можем увидеть, что и сама идеология с точки зрения экономики, с точки зрения политики, с точки зрения культуры, различных вещей, также влияет на литературу, влияет на кинематограф. И это находит своё отражение в таких явлениях, которые сейчас в современности очень популярно известны. Это толерантность и это конформизм. И поэтому мы переходим к первой части, главе первой. Одна маленькая ремарка, прежде чем мы к ней перейдём. Мы с Русланом Александровичем не претендуем ни на исчерпывающий характер, ровно потому, что иначе это было бы очень долго. А самое главное, мы скорее попытаемся показать вам некие тенденции, некие возможные интерпретации. Аргументируем, конечно же, но наша аргументация не претендует в этом случае на охват всех феноменов фэнтези. Поэтому, если вы будете видеть, слышать что-то, и вам сразу в голову будет приходить исключение, вы этому не удивляйтесь. Вполне возможно, что на следующем слайде это исключение как раз и будет отражено. Ну, а об остальном уже в ходе самого рассказа. Пожалуйста, Руслан Александрович. Да, ну и, конечно же, начать нужно с, как говорится, и как пишется во многих научных работах, с теоретикой методологического, скажем так, обоснования. Но на самом деле, когда мы начинаем говорить о фэнтези, то, конечно же, первое слово, которое так или иначе встречается, это фантастика. То есть очень часто фэнтези и фантастика, как две дискурс-единицы, они идут рядом друг с другом. И поэтому очень часто есть люди, которые четко понимают, что такое фэнтези, что такое фантастика, как-то могут их различать, как-то могут их, скажем так, условно типологизировать. Есть люди, для которых это не принципиально, для них и фэнтези, и фантастика – это примерно одно и то же, либо что-то схожее, либо что-то похожее, либо что-то не очень, скажем так, далеко находящееся друг от друга. Ну и, соответственно, есть те люди, которые не берут во внимание жанровую специфику, не берут во внимание направление. Для них важен либо просто книга, либо просто фильм. И неважно, это будет фэнтези или фантастика. Им главное пойти, не знаю, в кинотеатр, поесть попкорна, им главное сесть, включить лампу, почитать книгу. То есть для них важна именно атмосфера. И, собственно, конечно, один из интересных вопросов, собственно, фэнтези и фантастика, что это такое? Это близнецы или двойняшки? Это что-то общее или что-то абсолютно разное, абсолютно неодинаковое? Но хотим сказать о том, что, конечно же, как вы заметили по этому слайду, что есть такая вещь, как пуповина, которая у фантастики и у фэнтези одна. То есть у них есть некая общая основа, из которой они как бы выходят. Но пути, по которым они идут, они могут по-разному варьироваться, они могут в разные стороны расходиться, они могут где-то пересекаться. То есть это, по большому счету, вот если привести такой пример, это как вот такие вот, знаете, двухглавые сиамские близнецы, у которых одно тело, но головы, они повернуты в разные стороны. Периодически они могут посмотреть друг на друга, периодически они могут посмотреть в одну сторону, но зачастую они предпочитают так или иначе смотреть по сторонам и выглядывать что-то интересное. Когда мы говорим о фэнтези и фантастики, мы всегда должны подразумевать некую социологическую конструкцию, а точнее концепцию конструирования реальности. Потому что и фэнтези, и фантастика – это всегда некое социальное пространство, это всегда некий мир, неважно, он большой, он маленький, но это тот самый мир, который создается авторами, либо же создается, условно говоря, абсолютно новый, если мы говорим о фэнтези, который населяется различными социальными, не только структурами, но так или иначе он задействует, да, элементы той реальности, в которой автор находится, либо же это фантастика, когда происходит экстраполяция, то есть перенос, да, какого-то события, какого-то явления, какого-то периода, да, и попытка поиграть с ним. То есть добавить какие-то фэнтези элементы, добавить какие-то элементы фантастики и сделать его немножко, ну скажем так, немножко не похожим на саму реальность, в которой мы с вами находимся, да, добавить какого-то эксцентризма, добавить какого-то новшества, добавить какой-то, ну скажем, немножко иррациональности, и не совсем реальности. Вот, но, тем не менее, очень важный вопрос, который обозначил Артем Дмитриевич, в самом низу слайда, я думаю, сейчас он об этом и расскажет, что и фэнтези, и фантастика вместе делают с реальностью что-то социально значимое. Артем Дмитриевич, что вы хотели этим сказать? Я многое хотел этим сказать, а из всего того, что хотел, скажу следующее. Мы, с одной стороны, прекрасно понимаем, что и фантастика, и фэнтези могут выступать в качестве таких потребительских жанров, и в этом случае читатель, зритель ничего не то, что социального, а в принципе осмысленного в них не увидит. Но это не означает, что даже самые непритязательные творения, которые попадают в этот жанр, не оказывают воздействия на социальное пространство, не сами по себе, а все вместе, с копом. И вот в этом отношении очень любопытен тот факт, что фэнтези сегодня бессмысленно рассматривать только в литературном, например, ключе, только как литературный жанр. И поэтому неприменима в чистом виде социология литературы. Бессмысленно говорить о кинофэнтези, как о чем-то отдельном. В общем, здесь собирается воедино очень большое количество самых разных разновидностей, извините за тавтологию, массовой культуры, о которых есть смысл говорить вместе. Именно потому, что они оказывают определенное воздействие на социальную действительность, испытывая при этом, естественно, огромное воздействие с ее стороны. Пытаться рассматривать фэнтези как некий источник чистого конструирования реальности мы, конечно же, не будем. Это было бы уж совсем возмутительно. Хотя, возмутились бы, наверное, это тоже должно быть. Мы будем говорить о том, какие социальные факторы, не только социально-естественные, но и социальные, в первую очередь, обусловливают развитие фэнтези как отдельного жанра и чему приводит это развитие, что оно в себе таит, что собой представляет фэнтези как социальное явление. Руслан Александрович, если можно, следующий слайд. Спасибо. На следующем слайде мы попытались вам показать очень условные, без соблюдения хронологии, специально, чтобы никто ничего не понял. Каким образом возникает то, что мы сегодня называем фэнтези? Традиция достаточно давняя, и отсчитывать ее можно с очень-очень-очень-очень древних явлений культуры человеческой. Но если говорить о более-менее строгом понимании слова фэнтези, тогда, конечно, это литературная традиция. Вот там вот на слайде вы можете увидеть, кого мы перечислили в качестве таких притеч или представителей ранних. Здесь бессмысленно ограничивать рассмотрение 20-м или 19-м веком. Безусловно, нужно начинать с того, что подревней, как минимум, как минимум с мифологии в более-менее литературном изложении. Но что из этого всего следует? Во-первых, важнейшим источником фэнтези является тот же источник, что и источник фантастики вообще. Этот источник – это воображаемые миры. Это миры, которые воображают. Однако, полагать, что этот источник доступен нам сразу вот в таком вот цельном варианте, что вот сидит автор и воображает мир, вот это совершенно неправильно. Если вы присмотритесь к тем, кто упомянут на слайде, такие люди, как тот же Уальт, или Мэри Шелли или Сервантес Свифт, их воображаемый мир, как правило, поначалу состоял из нескольких маленьких деталей. Эти детали, привнесенные в мир либо фантазией, либо слишком острыми наблюдениями автора, они приводили к тому, что их мир, реальный окружающий мир для них изменялся. Изменялся для них и для их читателей. То есть фактически фэнтези, как и фантастика, берет начало в приеме. Почему из одного приема вырастает в итоге целый жанр? Именно потому, что вот эта вот функция воображаемого мира, сконструированного мира, эта функция оказывается для литераторов невероятно увлекательной с одной стороны, а с другой стороны невероятно эффективной. Оказывается, что сквозь вот этот воображаемый мир можно и реальный мир гораздо понятнее объяснить. Но помимо того, что вы его объясняете, у вас еще и появляется возможность увидеть в нем то, чего вы не видели раньше. И обратите внимание, на слайде упомянуты не только знакомые, хорошо знакомые европейскому читателю источники. Там вот, например, внизу указан Санюта Интео, японский автор. Он не писатель, он рассказчик, который оказал, тем не менее, огромное воздействие на фэнтези, в том числе и европейскую. Там упомянута Калевала финская, сборник легенд, сказаний, мифов, о которой далеко не каждый читатель фэнтези или зритель фэнтези осведомлен, и это не мешает ему потреблять весь этот материал, который в ней содержится. О чем все это говорит в итоге? Это говорит о том, что фэнтези, стартовав из одного источника с той же фантастикой, имеет очень большой фундамент вовлечения не только приемов и техник передачи авторской мысли, но еще и приемов и техник конструирования вот этого самого поначалу воображаемого, а потом уже и вполне в некоторых случаях материального мира. Руслан Александрович, есть ли у вас что добавить именно по этому пункту? Да, немножко небольшая ремарка, которая также связана с тем, откуда берутся фэнтези и фантастика. Известный, я думаю, многим и литературовед, и писатель Борхес в одном из своих эссе написал, в одном из своих эссе он посвятил вопросу касательно того, какие же основные, да, какие же основные модели, если хотите, какие же основные формы большинства литературных произведений сего мира. И он пришел к выводу, проанализировав огромное количество, что всего существует как минимум три универсальных типа. Первый тип и второй, они родом из Древней Греции, это известный вам Илиада и Одиссея. Одиссея – это, да, миф, легенда о путешествии, о странствиях, да, о приключениях. Илиада же – это осада крепости, осада города, это штурм города и так далее. И третий, не менее известный вам тип – это Библия. То есть в Борхеса это звучит как самоубийство Бога, но здесь возможны различные варианты. Это может быть смерть какого-то главного героя, который сакрализирован, да, обожествлен. Это может быть его уход, это может быть какая-то преемственность с последующим либо воскрешением, либо нет. И, собственно, как раз эти три сюжета, они наблюдаются, и как вы уже заметили, в большинстве, ну, скажем так, фольклорных произведений в том числе. Самый банальный пример – «Властелин колец». Первая часть «Братства кольца» – это типичная Одиссея, да, это путешествие. Путешествие и странствие с вырисовкой главных героев, да, второстепенных и так далее. Вторая часть, которая называется «Две башни», это Илиада, это осада крепости, да, это попытки штурма, попытки сражения, да, попытки отстоять, собственно, этот мир, отстоять добро, противостоя при этом злу. Ну и третье, то, которая называется, часть, которая называется «Возвращение короля», здесь, конечно, в киноверсии немножечко смешалось. То есть здесь, опять-таки, повторяющаяся осада крепости, осада Минастили, да, и то, что называется самоубийство Бога. Но в данном случае это не столько, ну, такое, скажем так, в кавычках самоубийства, когда в самом последнем эпизоде Гендаль и Фродо, да, на эльфийских кораблях уплывают из этого мира в другой мир. То есть больше Фродо не вернется, больше Гендаль не вернется. И это как раз мы можем найти в большинстве литературных произведений, которые так или иначе становятся основой для кинематографа. Либо же те тексты, сценарии, которые не апеллируют каким-то литературным книгам, не знаю, повестям, рассказам, просто пишется вот киносценарий, со своей драматургией. Он так или иначе тоже апеллирует к этим как минимум трем универсальным, назовем их так, универсальным формам повествования. Вот, Артем Юрьевич. Да, спасибо. Будьте добры, следующий слайд. Шум. Следующий слайд, да, вот, прекрасно. Смотрите, что у нас, собственно, происходит? У нас основным источником фэнтези, вот в самом-самом-самом его осознаваемом начале является ничто иное, как искусство ужаса, темные истории. Почему фэнтези не останавливается на темных историях, а развивается гораздо дальше? Потому что темные истории не самостоятельны. Это, во-первых. Во-вторых, потому что темные истории используют всего один социально значимый прием. Этот социально значимый прием это страх. Страх, ужас. Он вызывается не только и не столько для того, чтобы заставить читателя дрожать. Он вызывается для того, чтобы читатель на что-то взглянул иными глазами или взглянул на что-то, чего раньше не видел. Фактически бессмысленно сводить таких людей, как Амброс Бирс или Эдгар По исключительно к попытке напугать читателя. Это вам не Леонид Андреев, о котором Толстой в свое время сказал, пугает, но не страшно. Эти люди пугали не страха ради. Не страха ради пугал и сам главный монстр тогдашней фэнтези, Говард Филлипс Лавкрафт. Пугал он скорее для того, чтобы исследовать сам этот ужас. Не для того, чтобы его вызвать, а для того, чтобы в нем разобраться. И обратите внимание, вот сейчас на этом слайде перечислены явления, ну персональные, конечно, но явления в первую очередь западной литературы. По Бирс американцы Шелли, Стокер, Лавкрафт тоже американец, Шелли, Стокер, англичане, Ну и легенда о короле Артуре в исполнении Томаса Мэллори это тоже сугубо британское явление. Почему получилось так, что фэнтези, имеющие в качестве источника очень разные явления, в том числе вот и древневосточные мифы, самые разные мифологические системы, в том числе и заимствованные из индийской, из японской культуры. Почему в итоге фэнтези сегодня является феноменом, ну если так вот не очень корректно говорить, англосаксонским, ну давайте так, американо-европейским, западным, потому что фэнтези это феномен в первую очередь массового мира, массового общества, массовой культуры, это массовый феномен, это жанр массовой жизни, если угодно. А это массовая жизнь, она опирается на самые разные источники, переваривает эти источники, но в итоге приводит все к некоему условно общему знаменателю. И у того же Лавкрафта или у того же Сокера тем паче есть огромное количество заимствований, не имеющих отношения к кельтовалийским структурам литературным. Однако эти заимствования перевариваются в итоге так, чтобы их мог потребить участник вот этого массового взаимодействия. Почему главное это король Артур? Несмотря на то, что и логика Илиада Одиссеи, и логика Библии, то есть вот этого долгого самопожертвования Голгофы, несмотря на то, что эти логики активно эксплуатируются в фэнтези, король Артур содержит в себе не только логики дополнительные, но еще и шаблоны этого логического применения. Шаблонов там невероятное совершенно количество. Мало того, что артуровский цикл, артуровские легенды переваривают в себе самые разные легенды разных народов. Один из ключевых, например, эпизодов, который Мелори вставил в свое рассмотрение, это легенда о Тристане и Изольде, никакого отношения к англосаксам не имеющие, ни к бритам, ни к кельтам, ни к валийцам, ни к саксам, захватчикам тоже. Это французская легенда, старо-французская легенда. Тем не менее, она была известна, почему Мелори включает ее в список легенд об Артуре, а потому что Артур – это типичный собирательный цикл. Это типичное собрание легенд. Не сочинений собрания, а легенд и мифов. Это попытка, уже не самого Мелори, а тех, кто располагал произведение в определенном порядке, попытка создать завершенное, исчерпывающее описание вот той конкретной эпохи, которая и стала главным объектом. Так вот, эта самая попытка исчерпать полностью созданный мир – это попытка одной из ключевых особенностей фэнтези и в литературе, и в кинематографе. И дальше мы, собственно, это увидим. И прежде, чем мы начнем это смотреть и к этому перейдем, я обращу ваше внимание на маленькую фразу в правом нижнем углу сайта по поводу того, что, собственно, освободительная борьба стала основным источником легенд о Артуре. Артур – это действительно национальный герой, потому что Саксов победил и вообще большой молодец, Бритов сплотил, за круглый стол посадил, в общем, объединитель и борец. В том перечне, который на этом сайте присутствует, этих обаятельных людей слева, людей и не только их, есть его аналог, полный аналог, отличающийся лишь тем, что он не имеет отношения, собственно, к кельтам-валийцам и к британской борьбе. Этот аналог, это вот там вот слева внизу Дракула, граф Дракула, который был таким же типичным национально-освободительным героем, который, собственно, создал вокруг очень небольшой области ореол государства, государства устойчивого и сильного, и настолько этим пугал и раздражал окружающих конкурентов, что получил традиционное для всех значимых исторических фигур обвинение в страшной жестокости, в нечеловеческой и вообще к тому, что он не имеет отношения к человеческому роду. Почему он в итоге превратился не в короля Артура еще одного, а в монстра, да потому, что не имел никакого отношения к европейской традиции. Потому что Трансильвания в этом отношении, она пограничная, и она пограничная настолько, что старые европейцы, это в первую очередь французы и англичане, немцев отдельно, старые европейцы естественно не могли этого принять. И это немедленно отразилось в целом комплексе поначалу литературных, а сегодня и кинематографических воплощений этого самого вполне реального исторического Дракула. Так-то это был достаточно жесткий, конечно, но крайне полезный с исторической и национальной точки зрения человек. Однако мы его знаем как зубастого и красноглазого, очень неприятного старикашку, причем вечного, то есть непобедимого, да, читайте, если он вечный, значит непобедимый, и потому страшно неприятного для своих врагов. Чего мы его должны бояться, на самом-то деле непонятно. Именно поэтому нам не очень объясняют, кто он такой и откуда. А просто этот образ используют как таковой. Этот образ будет очень часто появляться и в литературных, и в кинематографических фэнтезийных поделках как образ абсолютного зла. Об этом мы еще скажем. Туслан Александрович, следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. Здесь долго мы останавливаться не будем, пусть он повисит. Обратите внимание, мы вынесли на слайд не хронологически, не просто хронологически подобранные, отдельные проявления. Мы выбрали то, что может считаться в известной степени знаковым. Знаковым для развития того, что мы сегодня знаем как фэнтези. И вот у нас там слева книги, справа киношки, посередке игры, игры, естественно, в минимуме. И, как ни странно, я вот, собственно, с играми начну. Видите, там первая хоббитка со знаком вопроса. Дело в том, что хоббитка это не компьютерная игра, и люди, обитающие в Харькове достаточно давно, знают, что это такое. Это место сбора. Сбора людей, избыточно увлеченных различными фэнтезийными мирами, прежде всего, толкиновским миром. Увлеченных настолько, что они по принципу реконструирования пытались воплотить его в собственных практиках. Как в большинстве случаев игровых, хотя некоторые из них заигрывались до того, что потом приходилось очень долго приводить в чувства. в порядок и в чувства. Почему мы ее первой поставили? Почему компьютерные игры и настольная игра «Подземелья и драконы» очень известны? Почему они идут после? Да потому что хоббитка это как раз идеальный пример того, как фэнтези проникает в реальный мир и начинает его преобразовывать. Как бы это не казалось комично, ну потому что да, хоббитку всегда отродясь посещали очень странные люди. Наверное, и сейчас кто-то посещает, она несколько раз там смещалась, это не суть важно. Подобного рода явления были, естественно, не только в Харькове. Но когда вам кажется, что нечто весьма странное, специфическое, например, такое как фэнтези, увлекает столь же странных и специфических, не имеющих для общественной жизни значения людей, вы на всякий случай так не думайте. Потому что чем более странные люди, тем больше они склонны сбиваться в группы. А любая, даже маленькая социальная группа, это уже социальная единица, в отличие от личности, которая является всего лишь социальным продуктом. Именно поэтому мы здесь начали с хоббитки. Но об остальных играх тоже, конечно, есть еще что сказать. Там, в конце концов, классика указана. Не только подземелья и драконы, которую даже в Gravity Falls называли знаменитой ботанской игрой. Да, она такая и была. Но компьютерные игры могут быть ботанскими? Могут, конечно, быть. Однако парадокс фэнтезийных игр заключается в том, что они как раз вот эту вот субкультурность они не воспроизводили. Они воспроизводили как раз массовые элементы, которые могли увлечь человека в фэнтези. Но об этом говорить можно очень долго. Сейчас посмотрите, пожалуйста, на этот слайд целиком. Вот не пытайтесь отдельные элементы в нем увидеть. Не пытайтесь обратить внимание на то, каких мы режиссеров поставили, каких не поставили. Все вместе. Кинематограф, литература, игровая сфера и даже музыка. Ну, музыка, естественно, имеется в виду тематика текста. Фэнтези как оболочка пытается вот так вот выскользнуть и охватить все это вместе. Фантастика вроде бы делает то же самое. И не только фэнтези, фантастика так делают. Однако, за счет того, что массовая культура вот это вот все объединяет, связывает, смешивает и добавляет к этому максимум деталей реалистичности. Что такое детали реалистичности? Игрушки, например, которые выпускаются по всему этому. Разнообразный мерч, да, разнообразные приложения к играм, которые вынуждают вас играть даже тогда, когда вы этого не хотите, например. Все это превращает фэнтези вот в тот самый законченный проект, исчерпывающий, каковым должна была быть, должен был быть цикл легенды, легенд об Артуре. И то, что массовая культура дает фэнтези такой инструмент и делает фэнтези настолько востребованной, насколько она является востребованной сегодня. Конечно, вы можете сказать, что там ведь колебания, да, и до выхода «Властиды на колец» не было такого бума фэнтези, он был немножко раньше, потом проваливалось, но эти колебания общей картины никак не меняют. Никак не меняют. Как не меняют, например, общие картины и того, что в перечне произведений, которые у вас указаны слева, есть произведения очень разные. Есть литературные произведения, есть блестящие литературные произведения, а есть, например, Сальваторе, Пулман или вообще Майер. Какое отношение эти перечисленные имеют к литературе? Никакого абсолютно. Почему они там указаны? Потому что фэнтези включает в себя элементы самого разного качества. Точно так же, вроде бы, как и все другое, но с точки зрения качества фэнтези абсолютно всеядно. И поэтому у нас тех же компьютерных игр совершенно одинаковых существует сотни. Поэтому фэнтезийные фильмы, которые построены фактически на одном источнике, это тоже давным-давно никого не удивляет, когда выходит 10-20 фильмов. И тем возможно интереснее обнаруживать фэнтези и извлекать из нее то, что не является для нее типичным. Ну вот один пример и дальше собственно перейдем к следующему моменту. У вас слева в перечне книг упомянута Астрид Ингрен «Мио-мои-мио» сказка. Сказка, которая мало известна фанатам фэнтези и которая, тем не менее, написанная в 54-м году, собрала в себе такое количество используемых сегодня приемов, ходов и штампов, что фактически именно она является библией фэнтези литературной. Потому что, например, тот же Гарри Поттер в половине своих идей списан оттуда. Потому что, например, многие взрослые совершенно произведения того же Сапковского или, не дай бог, Кинга «В темной башне» заимствуют те приемы, которыми воспользовалась Лингрен, немало не относившая себя ни к фантастам, ни к фэнтезюшницам, просто писавшая то, что хотела писать. Это сказка. И связь фэнтези со сказкой, которая при этом остается малоизвестной, как, например, связь Гарри Поттера с древнегреческими мифами, то есть прямое заимствование. Эта связь говорит нам о том, что фэнтези представляет собой все-таки нечто чуть-чуть большее, чем просто элемент массовой культуры. И интересна она нам не как этот элемент, а скорее как модель социального взаимодействия. Следующий слайд, пожалуйста, Руслан Александрович, и я передаю вам слово на время. Спасибо, Артем Витриевич. Что хотелось бы сказать. Конечно же, литературная основа, которая создавалась на протяжении многих веков, она огромная. Не с каждым годом огромное количество появляется новых писателей, либо писателей, либо в кавычках писателей, которые так или иначе апеллируют к фэнтези. Это же подтверждает и спрос, который происходит. Почему? Если вы, например, посмотрите на те сериалы, те фильмы, которые выпускались за последние пять лет и сейчас анонсируются и так далее, то вы увидите как минимум вселенную Марвел, которая невероятно популярна, которая имеет огромное количество последователей, огромное количество людей, которые смотрят эти фильмы, которые настоящие фанаты, псевдо-фанаты, которые люди, проходившие мимо, решили посмотреть и, так сказать, остаться здесь. То же самое DC, фэнтези и так далее. Вы увидите, конечно же, те сериалы, которые сейчас запускаются, например, на телеканале Netflix. Тот же самый «Ведьмак», нашумевший, так или иначе, мы не будем говорить сейчас о качестве этого сериала, о тех отсылках, не отсылках, действительно ли он хороший или нет. Мы говорим факт того, что он снят, он запустился и готовятся как минимум еще два сезона, второй и третий. Мы можем говорить о том, что Amazon и Джефф Безос как минимум миллиард долларов готовы, уже начал инвестировать в то, чтобы создавать новый сериал по «Властелину колец», точнее, даже по «Сильмариллиону», по этой всей вселенной, которую Толкин написал. Это тоже отсылки к тому, что сейчас фэнтези популярны. Почему популярны? Вот если вы посмотрите на экран, вы увидите опять-таки здесь и «Властелин колец», здесь есть и «Чарлиж», «Шоколадная фабрика», много интересных. На самом деле здесь, наверное, стоит указать о том, что кинематограф, так как он в отличие от литературы визуализирует всю эту картинку, в отличие от того, что в большинстве людей зрительная память так или иначе, да, визуальная память, визуальный контакт, он так или иначе более эмоционален и более развит, то это может нам говорить о том, что люди, помимо того, что они ходят в кинотеатры и так далее, они обращаются и к каким-то литературным источникам. Опять-таки, некоторые известные издательства, которые публикуют художественную литературу, в том числе фэнтези, фантастику, зайти к ним на сайты, это зачастую, опять-таки, англо-американские издательства из Великобритании, из Соединенных Штатов в Америке, возможно, Франция, Германия еще здесь примкнут, они с каждым годом наращивают свою публикационную деятельность. Это подтверждает и «Властелин колец» трилогия, которая ежегодно продается тиражом порядка 10-12 миллионов экземпляров. Это повторяет, это подтверждается успехом вселенной «Гарри Поттера» и «Джоан Роллинг», которая за все время, начиная с 1998 года по сейчас была продана уже порядка, если я не ошибаюсь, 350 миллионов книг-экземпляров всех частей. Это говорит нам о том, что сейчас, например, опять-таки, по издательству и по количеству экземпляров самая массовая книга считается, конечно же, Библия. Более трех миллиардов экземпляров продано и напечатано, продано и продолжается печататься и продаваться. На втором месте стоит известная красная книга Мао Цзэдуна, сборник его цитат, лидера Компартии Китая, которая порядка до миллиарда, наверное, приближается количество напечатанных экземпляров. И на третьем месте стоит, конечно же, «Властелин колец», то есть более 600 миллионов экземпляров. Это говорит о том, что помимо веры в Бога и веры в коммунистическое будущее, люди хотят верить еще в что-то не совсем реальное, то, что конструируется и то, что к ним появляется и приходит. Далее мы будем переходить собственно к структурным, к, наверное, функциональным моментам. Содержательно-функциональным. Да, содержательно-функциональным моментам, которые отличают фэнтези от фантастики. И ну давайте, наверное, Артем Дмитриевич начнет. Тут совсем многое написано, чтобы не повторять то, что написано, просто обратите внимание, мы выделили не все отличия с одной стороны, а с другой стороны мы специально выделили те отличия, которые подчеркнут условность этих отличий. Потому что, ну что значит, лежит на пересечении фантастики, мистики, сказки и приключений? Любая фикшн, любая выдуманная история, сконструированная по законам науки или противоположная им, она лежит на этом пересечении. И, собственно, строгая, жесткая NF это не самостоятельный жанр, это один из приемов в первую очередь литературных, потому что содержательно строгая NF давным-давно уже перестала выполнять свою просветительскую функцию. Не исключено, что скоро вернется эта просветительская функция, да, но пока что у нас нет оснований говорить о том, что это отличие принципиальное. Но при всей условности вот есть несколько моментов, которые фэнтези отличают принципиально, и это значимо для социального ее познания. Во-первых, фэнтези действительно принципиально антиинтеллектуальна. Антиинтеллектуальна не в том, в смысле, что она пишется дураками для дураков и о дураках. Нет. Такое тоже, конечно, бывает. Имеется в виду, что все, что связано с положительными сторонами мира фэнтези, связано в большинстве своев с чем-то кроме интеллекта. Интеллект в виде науки может либо не присутствовать вовсе, либо каким-то образом трансформироваться, но он чаще всего противостоит, противостоит добру, которая опирается на некие весьма трудно определимые категории. Опять же, идеальный пример это «Властелин колец», где что собой представляет Саурон, что собой представляет Мордор, что собой представляет Саруман. Да это не что иное, как индустриализирующиеся страны, общества, государства, если угодно, рвущиеся по пути технического прогресса с такой скоростью, что за ними не успевает природа. И образ вот этих вот падающих деревьев в Изенгарде, которые изводятся исключительно для того, чтобы построить военную технику, это образ, который встает в глазах любого мирного, тихого обывателя, смотрящего на интенсивно развивающееся индустриальное сообщество. И вот именно в этом контексте, именно в этом смысле антиинтеллектуализм, фэнтези, он очень удобен для того, чтобы ее массово продвигать. Потому что все вот это таинственное, зачаровывающее, это идеальные штампы, шаблоны, при помощи которых зритель или читатель развлекается, отдыхает. То есть в этом отношении релаксационная функция у фэнтези, но она, как правило, оказывается заметно выше, чем у фантастики. Конечно, не у всей. Если вы читали Стопковского, а не смотрели вот это вот убожество, которое по нему ставят обычно, то вы можете увидеть, что и с интеллектуальной точки зрения и с точки зрения проблематики, которую он поднимает, он не уступает не только лучшим образцам фантастики, но и в принципе литературе, которая жанровых границ не признает. Да, но это исключение. Исключением является Сопковский, исключением является Железный, исключением является та же Лингрен. Они есть это исключение, но они не отменяют общего этого правила. Ну, я думаю, что уже коллеги наши просмотрели то, что на сайте написано. Давайте двигаться дальше, Александр Александрович, или вы добавите что-то по этому слайду. Дальше. Вот смотрите. Мы продолжаем вот эту вот логику соотношения фэнтези и фантастики, пытаясь показать, что сам вопрос об этом соотношении, он, возможно, все-таки должен больше интересовать литературоведов, но есть кое-что и социальное. Ну, вот, например, есть в дискурсивных теориях такое понятие, как взаимопроникновение дискурсов. Иногда его путают с интертекстуальностью, в общем и целом понятие достаточно простенькое. Оно подразумевает, что ни один дискурс не существует сам по себе изолирован. Изолированных дискурсов не бывает. И не только по отношению к другим дискурсам, но и по отношению к идеологиям. То есть дискурс как специфический способ разговора, говорения, высказывания. Этот способ высказывания всегда взаимопроникает с какой-то идеологией. Посмотрите, что происходит с фэнтези. Фэнтези вроде бы достаточно убедительно противопоставляет себя фантастике. Потому что во многих случаях фэнтези это произведение для людей, которые, ну знаете так, я не люблю книжки про роботов. чтобы эти были книжки не про роботов. Однако, при этом фэнтези легко заимствует, легко обволакивает такие, казалось бы, типичные научно-фантастические псевдо, конечно, явления, как космическая опера. Посмотрите на «Звездные войны». «Звездные войны» это типичная фэнтези. Да, это космическая опера и фэнтези. Нет ничего ближе к фэнтези, чем космическая опера. Почему? Потому что космическая опера идеальный развлекательный жанр. Он лучше, чем вестерн в этом отношении. Потому что в вестерне рано или поздно появляется Серджио Леоне и начинает ставить вестерны, над которыми даже если появляется тот же Фрэнк Герберт, то все равно остается огромное количество всякого продукта, который можно читать, смотреть исключительно для отдохновения. То, что фэнтези с космической оперой легко сливается, обволакивает ее, добавляет ей свои элементы и превращает в продукт совершенно новый, говорит о всеядности фэнтези, говорит о том, что дискурс фэнтези, если угодно, всеяден по отношению к другим дискурсам массового искусства и как мы увидим дальше к другим идеологическим дискурсам. И я бы, не завершая, а продолжая разговор об отличиях фэнтези от фантастики, скорее обратил бы внимание на то, кому легче в какой жанр, в какой дискурс перейти. Фантасты всегда очень легко переходят в дискурс фэнтези, и лучшие произведения фэнтези написаны теми писателями, которые не считали себя фэнтезийщиками, и их тоже не считали. А вот фэнтезийщикам перебраться в литературу фантастическую или реалистическую очень и очень сложно. И это очень хорошо, потому что, если представить себе, что тот же Мартин вернется в фантастику, с которой он начинал, или начнет писать реалистические произведения, становится дурно, говоря откровенно, по совершенно понятным причинам. Прежде чем мы перейдем к следующему слайду, я ваше внимание особое обращу на дюну Фрэнка Герберта, которая к фэнтези формально не относится, но сыграла огромную роль в ее становлении, в том числе и с социальной точки зрения. Что имеется в виду? Дело в том, что в дюне едва ли не впервые под космическую оперу был замаскирован один из самых сложных в истории всей литературы человеческих романов, романов о настолько многослойной реальности, что она не уступает реальности нашей с вами. И то, что Гербертом это было сделано, привело к смещению фэнтези, которая стала социализироваться, которая стала свои политические фундаментальные источники уже открыто демонстрировать. Несмотря на то, что еще до Герберта был Толкин со своим откровенно политизированным «Властелином колец», еще до Герберта с его совершенно неповторимыми религиозными находками был Льюис со своей крайне религиозной нарнией, несмотря на все это, именно феномен Герберта, который собрал, сделал то, что фэнтези всегда хотела сделать, создал совершенно самостоятельный, убедительный и не противоречащий реальному мир, все его детали отразивают. Именно поэтому он привлекал огромное внимание фэнтезистиков как в литературе, так и в кинематографе и привлекает сегодня. Собственно, вот в 21-м году должна выйти очередная экранизация Дюны, ну, посмотрим, что это будет. Скорее всего, как минимум, внимания это заслуживать будет. Но сами по себе, если не обращали, если не сталкивались с этим произведением, обратите, пожалуйста, на него внимание, оно является ключевым во всей фикшн-литературе 20-го столетия. Дальше, Руслан Александрович, что там у нас дальше? Вам слово. Спасибо. Я сейчас уберу себя из экрана, чтобы было все видно. Итак, собственно, мы переходим к тому, как реальность конструируется в фэнтези, как создается этот фэнтези-мир, который зачастую, как уже нами было неоднократно сказано, создается примерно плюс-минус по одному образцу. То есть основные структурные элементы, они плюс-минус одинаковы. Содержательно, да, конечно, они могут различаться, но тем не менее. Во-первых, для того, чтобы создать, условно говоря, представим, что мы с вами писатели-фэнтезисты, писатели-фантасты, для которых необходимо создать свое произведение, свой фэнтези-мир, например. Для этого, для начала, необходимо взять жителей этого фэнтези-мира. Для чего? Для того, чтобы они наполняли собственно содержательностью этот мир. Зачастую это те, кто-либо вообще не похож на людей, либо те, кто очень мало похож на людей. То есть все-все так называемые расы, игровые или неигровые, если выражаясь компьютерно-игровым языком, языком компьютерных игр, их огромное множество. Опять-таки, эльфы, гномы, тролли, гноллы, сатиры, некроманты, орки и так далее, это лишь малая часть того, чего успели понапридумывать различные писатели за как минимум там 200-300 лет своего труда. Во-вторых, необходимо этих людей как-то организовать. И здесь подключается как раз-таки вопрос политики. Политики не как власти, политики не как принятие решений, а в первую очередь политики как организации общества в определенный социальный порядок либо в определенный политический порядок. То есть создать некое общество, сообщество, общину, какое-то государство, какую-то империю, которая имеет свое место в этом фэнтези-мире, которая так или иначе играет свою роль. Пусть даже самую незначительную, но она играет свою роль. Например, с какого-то небольшого городка либо деревеньки откуда-то там из окраин фэнтези-мира из периферии может быть один из главных или второстепенных героев. Например, властелин колец в Минастире главная крепость королей, крепость Гондора, которую осаживают орки, осаживается Саурон и необходимо ее защитить. И, собственно, это государство Гондор. Это может быть, например, разделение по вселенной Ведьмака, когда у нас есть там Цинтрия, когда есть у нас Нивугаарская империя и различные другие образования. То есть, более такие похожие для нас. Это могут быть, например, вселенная Варкрафт, где у нас с одной стороны есть государство, конфедерация, альянс, с другой стороны у нас есть племена орков, у которых есть своя система организации самих себя, со своим лидером, со своей религией, со своими культами, культурой и так далее. Собственно, организация этих общин является достаточно ключевой. Она либо, зачастую, она берется с той реальности, в которой живет автор современности, как один из вариантов, но чаще всего это апелляция к каким-то организациям, скажем так, средневековой либо античной Европы, либо Азии, либо Китая, Индии и так далее. То есть для прошлого очень, вернее, прошлое очень хорошо интегрируется с организационной точки зрения в этот мир. Например, никому не будет интересно, если бы во Властелине колец вместо Гондора вы увидели что-то наподобие послевоенной Великобритании. Это как бы и так на тот момент всем надоело, на тот момент все люди хотели бы чего-то нового, другого, той реальности, от которой они, не той реальности, от которой они сбегают, а той реальности, в которую хотелось бы им попасть. Во-третьих, конечно же, всегда все заостряется вокруг драматургии. То есть условно говоря, сценарий повествования, тот алгоритм действий, которые будут совершать главные герои. И очень важно, чтобы в этом алгоритме действий были те моменты, которые смогут привлечь внимание читателя либо зрителя, которые смогут с одной стороны помочь выделить какого-то героя, выделить какое-то событие, добавить какого-то эмоционального окраса, тому, что происходит, этому фэнтезийному процессу, войне, походу, осаде и так далее. Но с другой стороны, с другой стороны, эта драматургия и поможет, ну, скажем так, добавлять какого-то пафоса, что ли, времени, то есть сопоставлять фэнтези-мир и мир реальности, то есть, чтобы, читая это фэнтези-произведение, либо смотря этот кинопродукт, либо там сериал, либо фильм, зритель или читатель смог находить отсылки к той реальности, в которой он находится сейчас. Он смог находить что-то похожее, что-то отличное, что-то такое же стопроцентное, что-то на 10% похожее и так далее. Сюда же мы, опять-таки, добавляем различные походы, различные сражения, крупные баталии, опять-таки, очень часто повторяется одна такая, ну, скажем, непрописная истина, которую можно увидеть в большинстве произведений. Чем больше фэнтези-мир, чем больше слоев, да, сюжетных линий, слоев этого конструируемого пространства, тем больше должны быть сами события, сами явления. Во «Властелине колец» это, например, осада Минастирита, да, в вселенной «Варкрафт», например, это, ну, если мы говорим о, наверное, об игровом «Варкрафте», вот, третий, самый популярный, да, когда лающий легион вторгается на Азерот, да, и вот эта вот битва, ключевая, если, ключевая миссия, в которой нужно победить, это, собственно, не допустить то, чтобы Архимон прорвался к всемирному древу, да, и как бы всосал всю эту энергию магическую, уничтожил все вокруг, то есть вот эта масштабность этих событий, она так или иначе прямо пропорциональна, либо вот прямо возьмем в скобки, да, прямо пропорциональна тому миру, который создается. Главный герой, как правило, главный герой это исследователь, это страдалец, это он может быть каким-то ученым, он может быть каким-то, в том числе даже и волшебником, почему бы и нет, то есть здесь его, условно говоря, социальный статус, он, возможно, играет не такую ключевую роль, ключевую роль будет играть то, как этого героя, куда его помещают, в какие условия, да, и какие инструменты, механизмы дают ему авторы для того, чтобы он выбрался из этой сложившейся ситуации. Да, зачастую главный герой умирает, исчезает, либо же он может, например, на время воскрешаться, да, для того, чтобы потом продолжить свою жизнь. Например, Гарри Поттер, который был убит Волан-де-Мортом, да, и на самом деле не убит, да, он остался жив, победив, и все хорошо. Упомянутые уже Фродо и Гендальф, которые уплывают куда-то, да, например, это может быть опять вселенная Варкрафта, так называемый хранитель Медив, да, который умрет, но потом его вернут в мир Варкрафта для того, чтобы он исправил свои ошибки. То есть, вот эти варианты, они, конечно же, присутствуют. Антагонист, он же злодей. Как правило, вспомните все фильмы, зачастую это всегда ярко показано, именно визуализировано в фильмах. Он красивый, яркий, харизматичный и очень злой. Это может быть, например, самый популярный, да, один из самых популярных злодеев, это Дарт Вейдер, да, это опять-таки уже упомянутый граф Дракула, может быть, да, это может быть тот же самый Саурон, да, которого там показывают, условно говоря, в его обличии, в его доспеках всего лишь один раз в первом фильме, в Братстве Кольца все остальное время это просто око. Ну, и это око, оно чертовски красивое, оно возвышается на этой башне, оно как прожектор подсвечивает то, что ему нужно увидеть, да, периодически там пылает разными красками, разными цветами, цветами и так далее. И при этом все равно оно заставляет нас обращать внимание на себя, оно заставляет нас, ну, импонировать, что ли, симпатизировать ему, да, опять-таки, такой один из последних примеров, если мы вернемся к Мстителям, да, и тот же самый Танос. Его вид, то, как он выглядит, да, его благая цель, которую он ставит перед собой, его поведение, да, как он себя ведет, периодически какие-то там небольшие отсылочки, шуточки и так далее, их мало, но они есть, и тем не менее, все равно есть люди, которые там косплеятся, одевают, косплеятся под Танос и говорят, что он крутой, он там наш герой и так далее. Седьмое, уже мы сказали, что, да, создается и помещается этот мир, и очень важно заметить, Артем Викторович частично об этом говорил, что на предыдущем слайде это было записано, что этот мир, как таковой, не имеет четкой точки своего происхождения, зачастую это какое-то событие, которое либо очень слабо раскрывается сюжетно, да, либо оно мифологизировано, то есть оно произошло когда-то. Это может быть какой-то катаклизм, это может быть какой-то большой взрыв, как, например, вселенная Ведьмака, откуда, собственно, и появились, да, там первые существа, которые стали там заселять этот мир. Это может быть проведение каких-то высших сил, неких, я не знаю, там каких-то безликих, каких-то древних, которые игрались, игрались и решили, да, построить этот мир. Вся, весь основной упор делается на том, что происходит сейчас, происходит сейчас в этом фэнтези-мире, и как это сейчас может повлиять, да, на какое-то обозримое, не обозримое будущее. Этот мир строится по определенному архитектурному плану, тоже уже мы говорили, это зачастую средневековая Европа, это может быть священно-римская империя, это может быть какие-то империи Агапсбургов, например, либо королевство Англии, это может быть древнее королевство, там, китайское различное, королевство и царство империи, там, Индии и так далее, либо же античность. Самая популярная, как ни крути, это римская империя, либо римская республика. Этот массив, эта конструкция легла в основу звездных войн, эта конструкция отчасти легла в основу того же самого, тех же самых, той же самой, точнее, простите, Игры престолов, да, там речь с одной стороны идет о средневековой Европе, но все равно элементы вот античности присутствуют. Помимо этого, нужно сказать, что сюжет сбивается, как белки миксером, Артем Дмитриевич решил пошутить, как на этом предложении. На самом деле, да, здесь речь идет о том, что роль автора сводится к тому, насколько ему необходимо насытить этот мир персонажами. Причем очень важно, это не просто герои главные или второстепенные, это вообще вся, условно говоря, флора и фауна, да, вся жизнедеятельность, если хотите, по большему счету, такое социальное пространство, которым будет дышать, которым будет жить, которым будет жить этот мир. Это могут быть различные таверны, различные звери, различные леса, какие-то замки, какие-то там пароходы, трубы, все что угодно. Оно должно создавать вот эту атмосферность, с одной стороны, оно должно создавать некий пафос, оно должно быть запоминающимся, оно должно быть чем-то похожим на ту реальность, в которой сидит зритель или читатель, и который воспринимает это, либо сознанием, своим подсознанием, либо зрительно. Ну и, конечно, самый важный, один из важных слоганов – это важность человеческой свободы и бытия. То есть это такой неолиберальный контекст, о котором мы позже поговорим, да, идеологичность, фэнтези, фантастики и так далее. То есть здесь хочется процитировать, опять-таки, «Властелин колец», «Властелин колец», где автор, обращаясь к тому сюжету, который происходит, и когда он упоминает Саурона, он всегда говорит, что Саурон – враг свободных людей, да, то есть есть всегда место свободному человеку, свободным городам, свободным общинам, да, и место бытию, которое вот сейчас происходит, и вот это бытие люди готовы защищать, потому что это единственное, что у них может быть, да, если они его потеряют, но вряд ли они там из мира Варкрафт перенесутся в мир Ведьмака, такого не может быть, но тем не менее, для них это является вот такой отправной точкой, которой они привязаны, и которую они обязаны, скажем так, защищать. Вот, двигаемся дальше. Давайте двигаться дальше. Да, Артем Дмитриевич, прошу. Я продолжу то, о чем говорит Руслан Александрович, и немножко ваше внимание сосредоточу на вот этом вот мотиве империи. Антагонист, который в фэнтези, как и во многих жанрах, частенько выражается персонально, то есть это некая единица, как тот же Саурон, или черный человек у Кинга в его сомнительной темной башне, при этом может воплощаться и в макроварианте. И этот макровариант практически всегда это империя. Крайне редко это какая-нибудь разбойничья держава, наподобие там Запорожской сечи, которая не дает жить соседям. Нет, это всегда империя. И эта империя плоха уже тем, что она империя. Но дело все в том, что даже в массовом своем варианте фэнтези часто создается людьми и такими людьми и в таких условиях, что ее стандартные шаблоны, они чуть-чуть переворачиваются. И не только у Сапковского, я не имею в виду опять же экранизации, читайте книги, если не читали, если читали, то вспоминайте. Нильфгаард это не империя зла. Это вот та самая организующая сила, которая превращает хаос в порядок. Хаос всех вот этих вот отдельных псевдогосударств, которые не в состоянии вообще ничего у себя держать в порядке. Вот империя своими естественными методами превращает это в порядок. Причем зачастую те самые свободные борющиеся против нее государства оказываются куда более отвратительными. Но Сапковский это уже свежие, это уже 90-е годы, и там в 80-х первые рассказы. А давайте обратимся чуть-чуть в прошлое. Посмотрите, что собой представляет империя в Звездных войнах. Она настолько комично злобная, что время от времени начинаешь к ней присматриваться и видишь, что империя эта действует логично и вполне оправдана. А вот у повстанцев, так называемого вот этого свободного осколка мира. Ничего кроме хаоса в качестве инструмента нет. Вообще сражение порядка и хаоса для фэнтези это очень важная контроверза и многие произведения на этом построены. И если вы помните, то при особых интерпретациях можно сказать, что и Танос тоже собственно пытался упорядочить этот мир. Именно упорядочить. Поэтому он такой обаятелен. Ну давайте что же там говорить. Дарт Вейдер обаятелен именно потому, что у него дисциплина черт возьми стоит во всех структурах, которыми он управляет. Помимо вот этого образа, но еще и дисциплины. Все вот эти вытягивающиеся в струнку и падающие в обморок от самого прохождения лорда, штурмовики и прочее, они только дополняют вот этот эффект. Конечно, людям, которыми командуют постоянно и которым это надоело, смотреть на подобные образы крайне неприятны. Поэтому они легко принимают тезис о том, что это априорное зло. Но самое любопытное, что практически во всех фэнтезийных произведениях, где действует та или иная разновидность империи или представитель империи, империя маркируется как однозначное зло, просто потому, что она империя. И в этом плане я опять напомню о Дюне Герберта. Если кто-то дочитывал до четвертой ее части, то он мог оценить весь этот замысел, который начинается с борьбы жестоких, очень жестоких, но очень стремящихся к свободе обитателей Аракиса против сначала злобного Харкона, а потом и против империи, а заканчивается все это тем, что они делают, вернее, что делает тот, кого они привели к власти и его наследники, выстраивают империю. Потому что, собственно, все вот эти пертурбации нужны были Герберту только показать, насколько смешными орудиями в руках других правителей могут быть люди, сражающиеся за свободу. Вот таких вот явлений в фэнтези, которые переворачивают это с ног на голову, не так мало, но они остаются, конечно, тем не менее исключениями. Если об исключениях не говорить, вот то, что упомянул Руслан Александрович, говоря на прошлом слайде о главном герое, достаточно важным моментом является, что этот главный герой, или хотя бы какая-то часть главных персонажей, участников, являются тем, что называется попаданцами, не обязательно куда-нибудь попадают. Предполагается, что они попадают в какой-то иной мир, но если нет иного мира, то тогда они попадают в ситуации. Вот тот же ведьмак, который вроде бы является плоть от плотью этого мира своего, но тем не менее он попадает в те сферы, с которыми он не привык иметь дело. Ему надо чудовищ убивать, а он ввязывается в политические интриги. Он не привык взаимодействовать ни с какими другими существами, кроме чудовища, если взаимодействие это достаточно простое, а вся вот эта вот сложность, причем совершенно бессмысленная сложность социальных взаимоотношений его откровенно пугает. То есть фактически главный герой в фэнтези это очень специфическая разновидность путешественника-наблюдателя. Это реверсия того героя, который был характерен для Хаггардов, для Майнрида, для Жюля Верна. Это позиция, с которой удобно смотреть на мир со стороны. Естественно, если эта позиция используется просто как элементарный штамп, то ничего особенного от нее мы не получаем. А вот если она используется человеком с развитым социальным зрением, то тогда эта позиция позволяет рекурсивно взглянуть на версию пересмотра мира, которая подана вот в этом фэнтезийном произведении. Соотнести реальный мир с миром фэнтези, а потом этот мир фэнтези еще и отрефлексировать. То есть позиция достаточно богатая. Именно поэтому фэнтези захватывает при простоте всех этих приемов, захватывает те зоны, с которыми она раньше дела не имела. Ну и вот на слайде, который уже довольно долго у вас висит, вы видите несколько более и менее значимых, пусть не обязательных, но значимых условий, которые для фэнтези произведения нужны. Во-первых, карта. Как говорил Сапковский, без карты ни шагу. У него есть даже отдельная эссе литературно-ветческая, этому посвященная. Действительно, без карты ни шагу. И здесь фэнтези, конечно же, воспроизводит свою зависимость от нашего реального мира, потому что придумали ее не как литературный или культурный жанр, а как жанр познания. Собственно, надпись «Хиг сум драконис», здесь водятся драконы, это ведь надпись совершенно реальная. Это надпись с глобуса, с глобуса, на котором были обозначены известные места, а неизвестные места, так или иначе, ханталиона, по-моему, неизвестные эти самые места, они все помечались вот этой вот фразой. Здесь водятся драконы, здесь водятся драконы. То есть неизвестность. Так интерпретировалась неизвестность. И эта неизвестность и ее интерпретация прекрасно обыграна в коротком рассказе Роджа Ле Желязна с таким же названием здесь водятся драконы. И там, собственно, проще даже, чем из СС Сапковского увидеть, что карта является фундаментом фэнтезийного мира. Почему? Да потому что фэнтезийному миру нужно пространство. Пространство, в котором сталкиваются взаимодействия. Не может быть пространства без карты. Карта – это не только удобный прием, это еще и идеальная метафора для того, что мы начинаем познавать пространство. Вот мы вырисовываем, вычерчиваем карту. Мы знаем только то, что окружает нас в этот момент. Мы этот клаптик на карте заштриховали. И уже появляется какая-то точка у пространства, от которой можно вести отсчет. То, что в разных точках обитают разные существа, для которых их точки являются центральными, это приводит к столкновениям. И дальше воспроизводится вся та модель развития человечества с конфликтами, с познанием, которое, собственно, приводит нас к современному миру. Именно это позволяет фэнтези, запуская принципиальные отличия от мира реального, оставаться все-таки не просто его проекцией, а инструментом его познания. В конце концов, вот такого рода исторические цитаты тоже не случайны. Ну, почему ирония для фэнтези не очень приемлема, это, с одной стороны, понятно. Любая ирония, она рефлексивна, она вскрывает то, в чем вы находитесь, а для фэнтези это градит утратой целостности. Есть, конечно, исключения, но, например, такой человек, как Терри Пратчетт, которого все почему-то маркируют как автор иронической фэнтези, не является автором иронической фэнтези. Фэнтези Пратчетта не иронична. Она смешна иногда, да, она иногда саркастична, в ней много шуток и попыток шутить, а иронии, то есть осмысления самого этого мира, в ней нету и близко. Конечно, у нас есть масса примеров, да, того, как ирония в фэнтези вмешивается, но практически во всех этих примерах она в результате разрушает фэнтези до такой степени, что фэнтези превращается в самопародию. Здесь можно кого угодно вспоминать, того же Толкина, фермер Джайлс «Схэма», казалось бы, классическая фэнтезийная сказка, но это ироничная сказка, которая показывает, насколько Толкин, тогда еще вполне интеллектуально здоровый, несерьезно относится к этому, как к миру, что это фантазия, именно фантазия, он не создает мир, в который он хотел бы уйти, нет, он фантазирует. Точно так же в тех местах, где ироничен вид мак Сапковского фэнтези, взламывается, она лопается, как зазеркалье, когда Алиса отказывается принимать правила игры, по которым карты это живые люди. Все вот это вот, все, что связано с иронизированием, это один из тех способов, при помощи которых можно вскрыть мир, в котором ты находишься, именно поэтому для фэнтези он не очень подходит. Ну, по тем же причинам не подходит порох и техника, а магия является условием обязательным, но очень часто перерождающимся в антураж. Будьте добры, Руслан Александрович, следующий слайд. Вот здесь мы попытались очень условно обобщить, какой фэнтези бывает. Это не типология, сразу скажем, не типология, но эти разновидности фэнтези, они показывают, для чего она может использоваться и какой, собственно, социальный эффект она может производить. И самые простые разновидности фэнтези, которые напрямую связаны с легендой, с мифологией, со сказкой, в конце концов, эти самые простые разновидности, они в большинстве случаев оказываются самыми цельными. Я имею в виду, что их не пугает вскрытие той же иронии или вскрытие за счет внесения пороховых элементов. В этом плане такого рода фэнтези, она настолько же цельная, насколько целен любой миф, которому вы не подходите с рациональным познанием. Эскапийская фэнтези это самая известная разновидность, многие вообще считают, что вся фэнтези эскапийская нет. Претензия на создание завершенного мира это, конечно, очень удобное условие эскапизма, но совершенно необязательно к нему приводящее. И поэтому то, что фэнтези выполняет вот эту эскапийскую функцию, очень часто является тоже лишь приемом, лишь приемом, который позволяет показать, что ты, дорогой, не пытайся из своего мира это убежать. В других-то мирах вообще абзац, что творится, поэтому лучше оставайся на месте. И в этом смысле, если не брать, конечно, в качестве примеров такие вот психотические явления, как кинговская темная башня, а брать что-то менее отвратительное, то эскапизм эскапизму рознь. Есть эскапизм, который, в принципе, ни к чему человеку не побуждает, и таких фэнтезийных произведений достаточно, но они не запоминаются. А есть эскапизм, который работает как инструмент социального осмысления. С героической фэнтезией проще всего, меч и магия, все эти рыцари, это все артуровская реверсии короля Артура, только без осмысления самой логики рыцарского похода. В отличие от героической фэнтези, пессимистической фэнтези, она старается вас заставить о чем-нибудь подумать, но только вот путем достаточно агрессивной атаки на вас. То есть поместить вас не просто в выдуманный мир, а в выдуманный мир, в котором страшно грязно, в котором постоянно очень натуралистично отрубаются какие-нибудь конечности, и вообще все разлагается, и даже, например, соратник главного героя может ходить и разлагаться на всякий случай, причем делать это особенно интенсивно, когда главный герой к нему обращается, или там отпадают какие-нибудь части тела. Это все приводит к тому, что читатель или зритель попадает в состояние условного шока, такого отвращения, и это отвращение так или иначе вынуждает его уделять большее внимание тому, что автор ему передает. Или считать этот мир более убедительным. Ну, потому что, ну, какой же дурак стал бы выдумывать отваливающееся ухо у второго по значимости персонажа только для того, чтобы сделать что-то необычное. Нет, тут, наверное, какая-то мысль в этом заложена, и начинает зритель или читатель судорожно эту мысль искать. Остальные разновидности, это не столько разновидности, сколько отдельные такие проявления, но вот внизу гляньте, пожалуйста, эпическая фэнтези. Считается, что вообще фэнтези вся эпическая. Есть люди, которые утверждают, что фэнтези этим и отличаются от всего остального, а она претендует на эпос. Но, смотря что, понимать под эпосом. Если под эпичностью понимать современный москультовый вариант, когда эпичное, это обязательно захватывающее, пафосное, когда это масштабные сражения, да, без всякой вот этой вот грязи и крови, ну тогда, тогда, наверное, это не совсем о фэнтези. Потому что фэнтези очень часто эпична как раз в логике классического эпоса. Со всей грязью, со всей гадостью, со всем безразличием абсолютным к морально-нравственным проблемам, потому что эпос к ним безразличен. И в этом смысле как раз фэнтези эпична настолько, насколько она мешает вам получать удовольствие. А вот если говорить о вот этом москультовом варианте эпоса, ну тогда, конечно, эпично только рыцарская и героическая фэнтези, да, тогда вся эпичность сводится к, ну, вряд ли стоит именно на такой позиции стоять. Пожалуйста, Руслан Александрович, вам слово и можете на следующий слайд переходить. Спасибо, Артем Петрович. Я так и сделал и перешел на следующий слайд. Что ж, мы уже больше часа говорим, мы постараемся немножко ускориться, но тем не менее не упустить содержательную интересную часть нашей презентации. Собственно, кто же такие герои фэнтези? Опять-таки, это, скорее всего, этот слайд и следующий, это такая себе, как и предыдущий слайд, это, скорее всего, наша с Артемом Дмитриевичем небольшая халтура, которая не претендует на универсальность своего применения. Опять-таки, это не типология, да, но это те, назовем их так, типы, структурные типы, которые чаще всего встречаются в том или ином фэнтези, либо фантастики, неважно, это литература, либо это там фильм, сериал и так далее. Ну, конечно же, первый это хоббит, что он из себя представляет, ну, это путешественник, это классический путешественник, это классический, можно сказать, герой, который не очень желает геройствовать, которому вот эта геройственность, да, геройскость, она приходит не по его желанию, а потому что, ну, вот, либо высшие силы так захотели, либо ему просто повезло, банальная удача, там, либо окружение такое попалось, либо так сложились, а так исторически сложилось, но, тем не менее, он исследует, и он как раз-таки всегда знакомит нас так или иначе с тем миром, в котором все происходит, с жителями, с отсылками, что происходило, там, несколько лет назад, там, либо 10 лет назад, какие события, процессы сейчас идут, и так далее. Как минимум, этот человек, он такой себе, ну, скажем так, меланхория безнадёга, который рано или поздно или в какие-то ситуации умеет проявлять свой характер. Следующий тип, то, что мы назвали семейство ведьмаков, да, по большому счёту, это типичный воин, типичные части солдаря, солдат, солдат, который готов выполнять поручения, но за деньги, но не бесплатно, то есть это не бескорыстный человек. Он, опять-таки, может путешествовать и знакомить нас с миром и показывать этот мир. Он может выступать как на стороне добра, так и на стороне зла, в зависимости от того, сколько ему заплатят и подушили ему то или иное задание. Но он может быть наёмником, может быть, скажем, находиться на какой-то службе длительное время. Но самое главное то, что в любой из этих моментов он может, ну, скажем так, уйти, да, из официоза, уйти из этой организованности и остаться самим собой и наедине с собой. То есть он, как Дядя Фёдор, он сам по себе мальчик. Следующий – это типичный представитель высших сил, это типичный представитель магии, которая приходит на замену, да, оружия и так далее. Подсылка, кстати, те, кто, например, играли в игру Warcraft, знают, что в каждой расе есть всего лишь по одному так называемому орудию. Это может быть либо катапульта у орков, либо это орудийный расчёт у людей. И самое важное, что они наносят большой урон, но при этом они являются сами по себе очень слабыми. То есть их достаточно легко можно уничтожить. Той же самый, например, магии. Хотя, если мы обращаемся, например, к магии, к тем же самым заклинаниям, то они недостаточно интересны. Дарт Вейдер это пример классического такого большого зла, который очень красивый, о котором мы очень много говорили, у которого непростая судьба и который прячет своё лицо. Это вампир, опять-таки, Драхула, о нём мы сегодня тоже говорили. Он может быть либо отвратительным, злым и ужасным, если мы говорим о фильмографии в некоторых фильмах таких. Либо же он, если мы говорим о мультфильмах, может быть очень обаятельным, привлекательным со своей семьёй, со своими детьми, со своими заскоками, ценностями и так далее. Это монстры, как правило, опять-таки, они могут быть, скажем так, позитивными, негативными, злыми или нет. Фэнтези зачастую они, как правило, злые, они, как правило, либо присмыкаются перед злом, либо служат злу, либо же они сохраняют за собой нейтралитет, но как-то пытаются в том числе помешать добру. Банальный Гарри Поттер, человек, который с детства, в детстве очень сильно, скажем так, пострадал, пережил не очень хорошие моменты своей жизни, и он всячески идёт к своей цели. Ну, как показывает правило, это идеальный персонаж для сюжета про самымбийство Бога, то есть того человека, про спасителя, который рано или поздно всех спасёт. Ну, и короли, это банально лидеры, это банально эпические, опять-таки, в зависимости от того, что каждый понимает под эпазом, персонажи, которые могут играть как добрую, так и злую роль. Самый последний фильм, связанный с, скажем так, реставрацией короля Артура, это фильм Гай Ричи, меч короля Артура, либо легенда о короле Артуре, Джон Лоу, который играет роль очень злого короля, который захватил власть. И при этом Утарь Бендрагон, который противоположность этому королю, он добрый, он отзывчивый и он праведный и справедливый. Артём Дмитриевич, тут женщина на экране, это по вашей части. Да-да-да, по моей части я женщине скажу всего лишь одно слово для того, чтобы времени уже у нас мало осталось, чтобы не занимать его ещё больше. Обратите внимание на то, что внизу. Одна из тенденций в фэнтези, которая, собственно, пытается вывести её из вот колеи накатанной, это сексуализация фэнтези, это приведение её в соответствие с сексуальными потребностями там, где, собственно, эти потребности у зрителей и читателей даже не особенно выражены. Ну и параллельно с сексуализацией, натурализация, вот эта вот, которая у нас обозначена как тошнотизация, да, это тоже очень вполне обычное дело, именно поэтому у Мартина в Игре Престолов собственно, не стесняясь отрубают самые разные части тела, ещё и смакуя это отрубание, да, у Кинга в Тёмной Башне вообще творится всё, что мог себе представить и не мог себе представить Фрейд. Ну и в качестве там дополнения вы вспомните сериал «Прини Дрэдфолл» «Графовые ужасы» или «Страшные сказки», как его ещё переводили, где вся фэнтези выстроена в очень реалистичном ключе. То есть, если кого-то убивают, то так, что вам, собственно, кажется, что вы сейчас запах соответствующий услышите. Давайте дальше, Руслан Александрович. У нас там дальше важный момент. Да, очень тоже быстро, потому что здесь будет немножко картинок. Собственно, фэнтези или фантастика часто строятся в большинстве случаев это всегда на бинарных позициях, на противопоставлении. На так называемых антиподах, которые могут различаться по территории, это противостояние, например, востока или запада, реже юга против севера, дальше мы об этом посмотрим. Это по форме организации власти, то есть это, как правило, какая-то, например, форма деспотии, диктатуры противостоит какой-то либо там монархии, либо условной демократии, которая существует, как во власти Линии Колес, например, по регламентации социальных практик, то есть либо это воспитанные носители внутренних дел, либо норм, либо те, кого нужно воспитывать, вот, либо это могут быть навязывания так называемых ярлыков, то есть существование каких-то дикарей, плебеев, которым либо не место в этом мире, либо их скоро всех уничтожат, либо они, скажем так, не несут никакой смысловой нагрузки, но они для чего-то привносятся в этот мир, либо наоборот, они очень важны для этого мира. Ну и, конечно, познаниями, навыкам, то есть противопоставления. Есть грамотные люди, есть какие-то маги, которые читают, книги разбираются в магии, есть какие-то хоббиты, которые только курят табак, танцуют и пьют, есть те, которые чем-то владеют, какие-то там бароны, герцоги, какие-то вожди, опять-таки те же самые маги, владеющие магией, либо же не имеющие этого, то есть люди обычные простые, чья роль сводится к добыче каких-то ресурсов. Сейчас немного картина как раз-таки по первому антиподу по противопоставлению и Востока и Запада. Ну, банальный пример. Просто как иллюстрация, да? То есть можно... Да, да, да. Мы и быстрее, как главное, что было видно, да, Мордор на Востоке и он противостоит всему Западу. Классическая Игра Престолов, да, хоть война идет в Эстерос, все, по-моему, да, в Эстерос, вот на центральном материке, да, но зло, но Дейнерис, да, но справедливость приходит именно с Востока. Варкрафт, вселенная Варкрафта, очень много различных эпизодов, самый банальный, орки вторгаются на Калимдор, да, их первое сражение, их первое стычки с эльфами. Либо же Адмирал Праудмур, он с Востока приходит к Оркам, для того, чтобы их, которые обосновались на Калимдоре, чтобы их наказать, уничтожить и так далее. Ну и, конечно же, Видимак, вселенная здесь скорее исключение, но как повернуть карту и как посмотреть, в принципе, вот эта Нильфгарская империя, она формируется, создается с юга, да, то есть здесь противопоставление условному, условного аграрного юга, да, который очень стал воинственным, накопил денег и идет завоевывать более-менее богатый на ресурсы, на золото и, возможно, более развитый, да, север, который разделен и который скоро станет частью этой империи. Артем Дмитриевич. Да, сейчас очень быстро, вот по поводу Ведьмака, Сапковский просто в другой геополитической традиции воспитан, да, он не ограничен вот этим шаблоном, поэтому у него юг внезапно возникает и теория северо-юга проявляется очень ярко. Можете посмотреть на типичные черты, подробно о них останавливаться-то не будем, единственное, по первой только пояснение сделаем, что значит гипертрофия формы. Это означает, что вот форма, она не просто определяет содержание, она единственное, что определяет содержание. То есть орки, почему орки это зло? Да потому что грязные, уродливые, фу-фу-фу, значит они злодеи. И точно так же эта гипертрофия формы, она работает везде. Исключения, конечно, есть, они перечислены, но эти исключения сами по себе, они только подтверждают общую модель. Ну, об остальном мы уже просто говорили. И гиперзначимость политики затронули, и соотношение порядка хаоса. Я думаю, мы можем двигаться дальше, Руслан Александрович. Да. Давайте, наверное, очень коротко скажите о том, что мы имеем в виду. Да. Здесь мы, собственно, имеем в виду коммерцианализацию прежде всего современного фэнтези, прежде всего и фантастики посредством кинематографа, которые происходят. Ну и, собственно, то, что мы называем как существование некого парадокса Голливуда. Почему? Очень часто вся литература, которая берется, обрабатывается и из этого всего делается сериал, фильм или какой-то мультфильм, она как минимум в половину не соответствует действительности, оригиналу. Меняются герои, меняются сюжетные линии, меняются цвета, краски, мир и все, что угодно. Для чего? Для того, чтобы максимально их приблизить, обтесать под ту реальность, в которой живут все потенциальные читатели, все потенциальные зрители, которые придут в кинотеатры и так далее. Соответственно, это фэнтези-кино либерализуется. То есть вот этот неолиберализм, как современная, скажем, идеология приходит с англо-саксконской традиции, она проникает и, собственно, в кинематограф. Здесь же вопрос тотальной толерантности различной по поводу цвета кожи, по поводу языка, по поводу гендера, по поводу других различных номинаций, социальных, культурных практик, религий и так далее. Ну и, конечно же, здесь есть место конформизму, то есть подстраиванию и заигрыванию со зрителем в малой степени, а в большей степени заигрыванием с политической системой либо с политическим режимом, на рынок, который, либо которого этот продукт приходит, для того, чтобы максимально скосить зеленую траву, максимально собрать себе много денег, чтобы заработать на этом. Это, ну, как пример, какие примеры мы чуть дальше об этом поговори, Артем Дмитриевич, что-то добавить. Давайте, собственно, ехать дальше, давайте ехать дальше. У нас следующий там слайдик достаточно важный. Да, вот, собственно, некоторые черты того, как неолиберализм проявляется в фэнтези. И почему, собственно, именно он, мы скажем до следующих слайдов. Посмотрите, пожалуйста. То есть, во-первых, вот эта вот иллюзия свободного человека в качестве главного героя. Либо он борется за свою свободу, либо он ведет себя как свободный, тем самым себя противопоставляя всем остальным. Ну, почему иллюзия, я думаю, объяснять не нужно. Значимость контракта, причем вот те примеры, которые здесь приведены, естественно, не исчерпывающие, контракт очень часто становится центральным элементом всех человеческих взаимоотношений. Из чего, собственно, следует достаточно устойчивое представление, что кроме контракта все остальное принципиального значения не имеет. Отсюда же конкуренция, но вот этот вот важный момент в четвертом пункте о том, что в фэнтези вместо государства очень часто функционируют некие высшие силы. Эти высшие силы, это может быть судьба или это может быть Гэндальф, который рассказывает о пророчествах или просто пророчества у Гарри Поттера, неважно. Но вот эта вот вмешивающаяся сила, причем вмешивающаяся, потому что она не может не вмешаться, это чистейшей воды неолиберальный ход, потому что мы не можем признаться, что государству нужно вмешиваться в экономику и регулировать ее, но кому-то же надо в нее вмешиваться. Вот этот кто-то, это высшие силы, вы же не сможете возражать против высших сил, ну, в конце концов. Именно такого рода реверсии и перехлест позволяют фэнтези быть неолиберальной, оставаясь при этом фэнтези, то есть со всем этим феодальным миром и прочим. Сюда же относится и принудительная добровольность. Давайте чуть-чуть дальше проедем, Руслан Александрович. О тотальной толерантности, о которой мы уже сегодня упоминали, вот, собственно, постепенно в кинематографическом, именно в кинематографическом мире, разница между фэнтези и не фэнтези, она стирается. Но парадокс заключается в том, что фэнтези, возможно, скоро останется единственным прибежищем помортников традиционных ценностей, которым мы не то чтобы сочувствуем, но, глядя на черных эльфов из Ведьмака, поневоле начнешь сочувствовать кому угодно, кроме как вот этим конкретным черным эльфам. Получается, что здесь фэнтези, позиционировавшая себя достаточно обособленно, как эскопийский мир, внезапно оказывается страшно чувствительной к политкорректности. С чего бы это вдруг? Да с того бы это вдруг, что она является точно таким же идеологическим инструментом и продуктом, как и любой другой продукт массовой культуры. Если кому-то кажется, что нельзя ополиткорректить хоббитов, то вы зря так думаете. Очень даже можно. Давайте дальше, Руслан Александрович. Здесь вам слово я передаю. Скажите несколько слов, пожалуйста, об этом. Да, спасибо большое. О том, о чем мы говорили, да, коммерционализация и конформист. Например, очень много в Ютубе роликов по поводу того, что когда Марвел снимает свои шедевры и отправляет на рынок Китая, то она подстраивается под те условия, которые нужны. Туда снимаются отдельные сцены, где играют сугубо китайские актеры, например. Там вы не увидите каких-то актеров, например, из Непала, либо там из Тайваня, потому что с этими странами конфликт у Китая. Если вы увидите на Ближнем Востоке либо в арабских, и в арабских странах, вы также посмотрите, что туда подстраивается, под их традиции, под их нормы, под их ценности для кинематографа, не потому что он такой добрый и не потому что он такой внимательный и заботливый, да нет, потому что ему очень важно получить как можно больше прибыли. И, соответственно, если они приезжают, я не знаю, снимут фильм про какого-то политического лидера из какой-то страны, понятное дело, что этот фильм запретят, понятное дело, что в этой стране не получат они прибыли. Соответственно, они подстраиваются. И поэтому вот эта вот фраза «рыночек решает», да, она становится одним из центральных лозунгов современного кинематографа. Да, пока есть, конечно, в Netflix вот эти стриминговые сервисы, они не столько ориентированы на страны, потому что там оформляйте подписки и так далее. Здесь как бы кто добровольно, кто хочет подписывается, кто хочет нет, и, возможно, здесь еще процесс вот этого конформизма не очень виден, не очень заметен. Но если мы говорим про киностудии, банальный Голливуд, то мы видим, что это место тотальной толерантности и конформизма. И перед тем, как Артем Дмитриевич скажет завершающее слово, собственно, потому что это последний слайд, я хочу сказать, что вот эта стратегия сегодняшней презентации, сегодняшнего рассказа, не просто так нами была выбрана. Мы попытались вам показать, собственно, практически любое произведение фэнтези или фантастики. Ты берешь эту книгу как нашу презентацию, это всегда интригует. Ты начинаешь читать, что-то вникать, замечательно. Средина затянута, нудновато. Но под конец мы ускоряемся, нам хочется найти развязку, мы ее получаем, мы довольны. И поэтому спасибо большое вам всем за то, что вы сегодня были с нами. Спасибо, что вы слушали. И, Артем Дмитриевич, что вы хотите напоследок сказать? А я хочу сказать то, ради чего, собственно, все это и организовывалось. Я вывод хочу сделать, Руслан Александрович, а то вы уже прощаетесь тут. Куда прощаться? Стойте, не уходите никто. Смотрите, народ, здесь же вот, что, собственно, важно. Мы так долго вам рассказывали о фэнтези для того, чтобы навести мысль на противоречие. На противоречие между тем, какая фэнтези внутри себя в качестве жанра и тем, какие идеологические установки она выражает. Потому что, в принципе, если все это рассмотреть в целом, то может возникнуть и должен возникнуть закономерный вопрос. Подождите, какой неолиберализм? О чем вы говорите? Ведь средневековье же это излюбленная сфера жидия фэнтези. Ведь феодализм же. Так вот, я несколько раз, не случайно в ходе нашего рассказа, акцентировал внимание на том, что фэнтези всеядна. Всеядна фэнтези и точно так же всеяден неолиберализм. Неолиберализм прекрасно сливается в экстази с чем угодно. Он не приемлет только одну идеологию. Это идеология того, кто неолиберализму противостоит. И совершенно все равно, какая это идеология. Она неприемлема, потому что это идеология врага. Посмотрите, что происходит в фэнтези. Помните, что я об орках сказал? Они почему зло? Потому что они уродливы. По той же причине, и Толкин этого не скрывал, орки у него это коммунисты. Именно потому, что они отвратительны. Значит, естественно, они должны быть носителями вот этой вот самой отвратительной для него идеологии. То же самое вы легко обнаружите в книгах даже не самых бездарных авторов фэнтези. Таких, как тот же Мур, как Ели Легуин, при всей моей любви к этим упомянутым. Тем не менее, определенным талантом господа и дамы обладают. И все равно, и у них точно так же воспроизводится эта шаблонность. При всех их модернистских штучках. То же самое вы легко обнаружите в самых простых и в самых сложных явлениях фэнтезийного мира в кинематографе. В этом отношении неолиберализм и фэнтези очень хорошо друг к другу подходят. И поэтому в частности в том же Властелине Колец из-за всей этой всеядности мы с орками, гоблинами, коммунистами и с харадримами черными мы воюем. А вот с нежитью из ущелья, к которой приходит Арагорн, мы союзники. И с бесчувственными эльфами, которые омерзительны должны быть любому человеческому существу, настолько они иные. Но с ними мы союзники. И значит, они хорошие. Мы не союзничаем с ними, потому что они хорошие. Они хорошие, потому что мы с ними союзничаем. И точно так же в этот неолиберальный шаблон попадает отказ от иронии, потому что ирония так или иначе влечет за собой рефлексию. Рефлексия разрушает цельные неправдоподобные миры. И неолиберализм, если вы присмотритесь, он в результате именно поэтому отверг постмодернистский пастиш. А это единственное, что было ценного в постмодернизме. Технология пастиша, соединение всего разного в единое целое, и проверка того, как эти несочетаемые детали могут сочетаться. Неолиберализм от этого отказался. На смену пастишу пришла политкорректность. И это, собственно, наиболее вероятная судьба для фэнтези в том числе. на этом все. Не знаю, до свидания ли, но мы закончили. Спасибо большое, Артем Дмитриевич, Руслан Александрович. Возможно, у наших слушателей есть к вам или же к теме какие-то вопросы. Здравствуйте. Спасибо. Можно вопрос задать? Да, конечно, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, какое у вас было основание для типологизации героев фэнтези? Мне, например, интересно, чем отличается Гарри Поттер от Хоббита? Вы имеете в виду там, где мы эти условные восемь типов выделили? Основание, конечно, было в первую очередь сугубо развлекательное, но у Гарри Поттера и у Хоббита есть принципиальная разница, по крайней мере, и у Бильбо, и у Бильбо, там не случайно Бильбо изображен, у Поттера больше общего. Вот этот вот аспект избранности и подчиненности судьбе, с которой Поттер пытается бороться, он у Бильбо проявляется не так масштабно, потому что, если вы помните, почему Бильбо вообще уходит в поход? Да потому что ему в кайф, ему нравится, он на самом деле такой вот хулиган, взломщик и есть, и постоянно об этом Хоббит, постоянно об этом Толкин пишет. А к «Властелину колец» Толкин уже в идеолого-интеллектуальном отношении, простите, деградировал, и поэтому начал перепевать самые примитивные мотивы все тех же легендарно-мифологических моделей, то есть, вот эта вот мессианская обреченность, она уже во «Властелине колец» появляется, и поэтому Фродо действительно похож на Гарри Поттера, они не разные герои, поэтому, собственно, Джексон для роли во «Властелине колец» совершенно случайно выбирает Элайджа Ууда, который вполне себе похож на вот того, кто мог бы сыграть Поттера, здесь случайностей нет. Остальная, оставшаяся типология, это скорее типология, опять же, не столько типология, сколько вот такой вот попытка быстрой модели, она опирается на источники в большей степени, чем на их обобщение. Это наиболее яркие герои, которые могут претендовать на вот собирание вокруг себя других моделей деятеля, и наиболее фэнтезийные из всех тех, которые попадались нам во внимание. Спасибо. А еще вот подскажите, не накладывали ли вы на анализ структуры сюжета, вот эту идею мономифа Кэмпбелла, и, например, она объясняет вот тоже появление сверхъестественных сил. Ну, конечно, тут именно тот прикол, что для неолиберализма подошла вот эта структура, и он ее задействует. Ну, допустим, если сравнить с красной звездой Богданова, которого в неолиберализме не обвинишь, там тоже появляется сверхъестественная сила, которая обучает главного героя и заставляет его отправиться в путешествие. Какова принципиальная разница? Разницы принципиальной нет, если мы не говорим о той эволюции, которую впоследствии Богданов прошел. И если в период написания той же красной звезды у него все еще богоискательство шло в качестве основной тенденции, то впоследствии, собственно, он сместился в сторону более интеллектуализированной позиции. Можно говорить о том, что и параллель это проводится, и кемпбеловский мономиф можно приложить, вот правильно вас сформулировали, наложить на структуру. Однако объяснение это будет весьма условное. Это будет объяснение внутри самой структуры и системы. И чем, собственно, это объяснение удовлетворяет названным нам условием, тем, что это объяснение все равно требует принятия чего-то как абсолютного догматического нуля, как нуля, который не обсуждается. И в этом отношении сверхъестественное как элемент фэнтези гораздо более обязательный элемент, чем, например, фантастическое фантастики. Фантастическое фантастики может оказаться всего лишь атмосферной иллюзией, а если в фэнтези оно окажется атмосферной иллюзией, то это будет уже не совсем фэнтези, как мастер-обителю, например, превращающийся, в конце концов, в абсолютно реалистический фильм. И можно, можно и другие модели накладывать. Почему мы не стали у нас презентация этого делать, чтобы не уйти окончательно в литературоведение. Тем более, что Кэмпелл при всех его журнальных и литературных заслугах все-таки смотрел на фэнтези извне, да, и при сравнении, например, того, что пишет о фэнтези Сапковский, мы обнаруживаем как раз вот очень серьезное проскальзывание, которое обусловлено тем, что Кэмпелл сам по себе в производство фэнтези не погружен. Я бы в этом случае скорее, наверное, к Лему бы обратился с большим интересом, чем к Кэмпелловскому объяснению. А у Лема как раз собственное объяснение было крайне неприглядное для фэнтези. Он точно так же, как Сапковский, говорил, что никаких особенностей в ней нет, кроме одной. Фантастика нужна, а фэнтези совершенно не нужна. За что Сапковский всегда старался с ним каким-то образом спорить. Ну, в общем, это слишком расширяло бы и без того, как видите, широкий наш разговор, поэтому мы и не стали этого делать. Спасибо большое. Пожалуйста. У меня тоже есть вопрос к вашим финальным выводам. Так что же мы совсем хороним фэнтези и смотрим на нее как на такой беззубый жанр, у которого нет некого протестного, потенциала? То есть, неужели ограничение жанра сильнее, чем его содержание? То есть, это что, сугубо рассматриваем фэнтези как сугубо инструмент неолиберализма? Замечательный вопрос. Во-первых, абсолютно правильно поставлена проблема ограничения жанра как ограничения его применения. Безусловно, ограничения жанровые не являются ограничениями в применении этого жанра. Это абсолютно верно. Второй момент, я полностью согласен с тем, что, ну, давайте так, вот только не протестный потенциал, а какой-нибудь альтернативный потенциал тому, который связан с неолиберализмом. У фэнтези есть. Посмотрите, собственно, опять же, на того же Сапковского, посмотрите на Железного. В кинематографе это реже, но фэнтези господина Гиллиама это отнюдь не неолиберальная фэнтези. Так вот, я к чему хочу сказать. Жанровые ограничения всегда приводят к чему? Приводят к тому, что появляются исключения, оказывающиеся более значимыми, чем правила. В большинстве случаев эти исключения впоследствии задают развитие. И можно было бы ожидать, что настолько ироничный, например, и едкий по отношению ко всем, в том числе и современным шаблонам, автор, как Сапковский, удержится вот в том русле, которое он задал собственно литературными своими произведениями. Однако то, что он дал согласие на нетфликсовскую экранизацию в том виде, в котором она была, и ее даже одобрил, говорит нам о том, что жанровые ограничения оказываются достаточно сильными даже по отношению к авторам. О чем это нам говорит? Что эти жанровые ограничения вписаны вот в конкретную рыночную модель, которую, собственно, неолиберализм и отстаивает. И коль скоро авторы являются частью этой модели, они вынуждены ей соответствовать гораздо больше, например, чем авторы, которые в свое время были частью так называемых плановых моделей, где они якобы должны были писать то, за что им конкретно уже платят зарплату, а не просто деньги и гонорары. В этом плане тот потенциал, который у фэнтези, как и любого другого, наверное, жанра присутствует, в гораздо меньшей степени проявляется, чем, например, у той же фантастики. И не случайно, если вы хотите продемонстрировать критический взгляд на политическое устройство, то, скорее всего, вы обратитесь пусть не к харденев, не к жесткой фантастики, но все-таки к фантастике, чем к фэнтези. Потому что, если вы обратитесь к фэнтези, то у вас получится ведьмак, вы получите то, что зависит от шаблонов в гораздо большей степени, нежели фантастическое допущение. Почему так происходит? Потому что фэнтези, создатель мира, в гораздо большей степени ему хозяин, чем фантастики. И когда автору фантастического фильма или фантастического произведения скажут, ты вот это вот измени, потому что здесь не может так быть, в соответствии с нашей политкорректностью, у него есть фундамент, на который он может сослаться, у него есть логическое возражение. А у фэнтезийного автора очень часто этого логического возражения нет. Потому что его рассматривают как человека, который в этом своем созданном мире может все. И вот это вот всемогущество играет с автором или производителем достаточно злую шутку. Поэтому, собственно, это не прогноз был в конце нашего выступления, а скорее характеристика состояния дел. Поэтому эта характеристика была такой достаточно мрачной. Но на ее основании делать какие-либо прогнозы и говорить о том, что фэнтези останется сугубо развлекательным или превратится в сугубо развлекательный шаблон и будет проводником него либерализма, нет, конечно. Конечно, мы такой прогноз сделать не станем. Ни я, ни Руслан Александрович, я вижу это по его глазам. Он не готов делать такой прогноз. А можно один пунктик добавлю? Просто мне кажется, что как раз протестный либо альтернативный потенциал, он сейчас, даже с начала 2000-х годов, хорошо проявляется в компьютерных играх. То есть, если мы говорим о литературе и о кинематографе, то там все-таки речь идет как о жанровых рамках, ограничениях, так и о неких нормативных ограничениях, нормативных рамках. Опять-таки, вопрос тотальной толерантности и всего подобного. Но если мы возвращаемся к играм, не ко всем, но к большинству, которые фэнтези, фантастика и так далее, мы можем увидеть, что там как раз такие вот эти жанровые ограничения, они не играют никакой роли. Либо они необходимы для того, чтобы более-менее сделать направление, задать такой тонус игры. В большинстве случаев рано или поздно эта игра максимально пытается затрагивать все остальные жанры, не только фэнтези, фантастика. Особенно хорошо это видно в каких-то РПГшках, либо стратегиях, где нужно выполнять какие-то задания, либо где нужно как-то, где все-таки сюжет, он не играет столь значимой функции, либо не имеет столь содержательного характера. Вот и все. Я вот бы еще... А чем это обсловлено? Компьютерные игры тоже ведь включены в рыночные отношения, точно так же любой другой продукт массовой культуры. Непонятно тогда, почему по разным сценариям пошло развитие. Понятно, потому что разные масштабы предложения и спроса. Предложение при вот том спросе, который есть на компьютерные игры, настолько разнообразно, что производителю гораздо сложнее навязывать аудитории напрямую вот эти вот модели. Поэтому и задерживается. Я здесь единственное, в чем с Русланом Александровичем не соглашусь, с тем, что это ситуация, установившаяся раз навсегда. Это просто пока. Дальше будет это продвигаться. Я вот что хотел добавить, что описанная нами тенденция, на деле она ведь касается не только фэнтези. Вот элементарный пример, Дюна, о которой я упоминал, это не фэнтези произведение. В свое время, когда ее экранизировал Линч, крайне неудачно, среди прочих претензий к фильму, была претензия, что фильм гомофобный, потому что главный злодей, совершенно потрясающий Барон Харкона, чудо просто, а не человек, но он гомосексуалист. И собственно, помимо того, что он гомосексуалист, он постоянно использует свою гомосексуальную страсть как инструмент уничтожения конкретных не нравящихся ему людей, то есть в ходе соответствующего процесса. Естественно, Линча тогда, потому что это он привнес этот компонент, обвинили в том, что фильм гомофобный, у Герберта в книге тоже гомосексуальная ориентация, гомосексуальность Барона, она подчеркнута, подчеркнута не случайно. Так вот, мы посмотрим, что будет в экранизации Дюны 21-го года. Я уверен практически на 100%, что даже Вильнёв, который в известной степени чуть-чуть свободнее других режиссёров в плане политкорректности, он не сможет показать этот фильм. И никакой гомосексуальности Барона уже не будет в этом фильме. Что, собственно, говорит о подверженности тенденциям, на которые мы намекали, абсолютно всех жанров. Мы там ещё проскочили на наш слайдик, где была речь о современных тенденциях. С моей точки зрения, как раз то, что фэнтези всё чаще подвергается иронизации и вот этому разрушению, который приводит к выходу за рамки жанра, вот это как раз один из возможных путей спасения для фэнтези и возможность выхода из ловушки неолиберализма. Это не в типичных чертах было, Руслан Александрович, это было так, где мы не хотели. Ну, всё, ответ затянулся, я думаю, что пока на этом можно остановиться. Спасибо. Здравствуйте, позвольте вопрос, а то я уже замёрз вас ждать. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич, мы давно вас ждали, мы тянули столько времени, у нас презентация в два раза дольше получилась. Где вы были, в конце концов? Давайте. Я всегда был здесь, я орёл, который за вами прилетел. Не надо рассказывать, чем вы занимались, мы председали догадаться. Орёл, который прилетел за вами и забрал вас из руин Мордора. Орёл – это не глагол, разве нет? Ну хорошо, да, всё, извините, вопрос, пожалуйста. Вот, помимо благодарности, хочу огласить вам вопрос. Сначала отвечу на предыдущий по поводу игр. С играми всё очень просто, потому что разные ниши, разные функции. Орки в Варкрафте или нежить в Героях Меча и Магии привлекательны для того, чтобы игроки могли с собой себя с ними идентифицировать и играть за них. Вот и всё. Именно потому они за Рукхая ты не будешь играть, а за Трала можно поиграть, он вроде бы бычара, но симпатичный. Так что здесь всё-таки вопрос скорее индустриальный, нежели содержательный. А у меня вопрос содержательный, но, возможно, немножко индустриальный. Скажите, пожалуйста, в тех ваших примерах героев отсутствие женщин связано с вашим сексизмом, с сексизмом автора фэнтези или с сексизмом фэнтези в принципе? Спасибо. С одной стороны, мы хотели приобщиться к славе Дэвида Линча и тоже хотели, чтобы нас в чём-нибудь обвинили. Ну, хотя бы в сексизме, если уж не в гомофобии. С другой стороны, в этом отношении женское фэнтези не то чтобы стоит особняком, я имею в виду именно ту фэнтези, в которой женщина является главным героем, но она не стала типичной. И чаще всего удел женщин в фэнтези это не роль главной героини, а роль сопровождения или вторичного, второго плана, как, например, те же колдуньи, волшебницы у Стопковского, которые вроде бы играют огромную роль, но даже Йеннифер не является главной героиней. Главной героиней является ребёнок Цири, сопоставимый с Геральтом, а отнюдь не Йеннифер. С чем это связано? Ну, конечно, с сексизмом авторов это вне всяких сомнений, но ещё и с сугубо жанровыми, отнюдь не идеологическими особенностями. Эти жанровые особенности требуют, чтобы воспроизводилась схема, применимая к историческому средневековью. Ну, не путешествовали женщины средневековья, не открывали новые миры. Ну, вату не было их. Темнокожие не были эльфами, а женщины не были колумбами. Ну, так получилось. Ну, всё. Фэнтези эти шаблоны воспроизводят не о смысле, а не рефлексируя. Это мы уже постфактум можем, так сказать, определить всё это. Но связь отсутствия женщин в перечне не нашем, а вот в общем, она интерпретируется именно таким образом. Тусан Александрович, а вы почему туда женских героев не вставили? Вы же хотели, я знаю. Нет, я не вставил по одной причине, которую вы уже озвучили, потому что как бы что в фэнтези, в которой литературно не было им места, что, собственно, и в нашей презентации не нашлось. Вот. Нет, на самом деле я хочу сказать о том, что вопрос о том... Сказать о том, что вопрос о том... Да, почему мы не... Можно, пока вы думаете, Руслан Александрович, я забыл, мы с вами чуть не сели в лужу. Сейчас мы сделаем вид, что мы этого не сделали. Есть, конечно же, пример. Ксена, принцесса, воин. Вот. Вот это вот... Только хотел сказать. Да, она, конечно же, есть. Мы не вставили её в перечень героев, потому что она нам не нравится. Да. Мне нравится она нам. Она скучная, она неинтересная, она позорит славный женский род. Я считаю, например, что... Что Баффи. Что Лея в нашей презентации гораздо лучше, чем Ксена, принцесса, воин. А как же Баффи-истребительница вампиров? Да, ещё Баффи. Ну, у неё тоже уши так себе, поэтому мы тоже не стали её ставить. Давай-то ещё все женки-видьмы вспомним, да? Нет, ну, дело всё в том, что... Сейчас, секундочку. Дело всё в том, что все примеры, которые мы можем привести, они точно так же будут проходить по разряду скорее исключений. А мы всё-таки пытались работать с более-менее типичными героями. А насколько тоже Ксена действительно женский персонаж? Это... Ну, сейчас меня вообще закидает, но это, по сути, воплощение маскулинности под маской женщины. Ну, слава богу, самое главное обвинение в сексизме сегодня достанется не нам. Спасибо. Да, я согласен полностью. Это не женский персонаж, поэтому её там и нет. Она ничем не отличается от Конана Варвара. Ничем, абсолютно. Только Шварцнеггер симпатичнее. Конан Варвара не участвовал в постельных сценах с богами Олимпов. Потому что не умел. Зина, принцесса Войн, вроде бы, была в этом замешана. Мой вопрос был связан скорее с тем, что, возможно, есть отдельные типы женских персонажей, которые можно было бы указать. Они не то, чтобы протагонисты или антагонисты, а скорее антураж, атмосфера или питомцы главных героев. И, судя по всему, это связано как раз-таки с тем, что это специфика жанра, погружение в эпоху патриархального средневекового мира. Ну, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. В этом плане, кстати, можно было, конечно, о Сапковском говорить, у которого насыщенность женскими персонажами очень высока, но Сапковский исключение, настаиваю на этом. Причем именно в его литературном варианте. А вот, например, то, что у одной из немногих советских фэнтези понедельник начинается в субботу, там вообще практически нет женских героиней. Это с чем связано? Это связано с вполне реальными объяснениями. Там воспроизводится атмосфера научно-исследовательских институтов, в которых, как известно, женщины не работали. Шучу. Работали, конечно. Мы можем по каждому произведению, по самым разным фильмам и книжкам искать какие-то конкретные проявления и обнаруживать, что очень по-разному все это конструируется. Типологизировать здесь нечего, кроме того, что мы уже сказали. Простите, мы не заметили бревно в глазу. Игра престолов. Женские персонажи там не то, что на витрине. Они из женских персонажей витрина состоит. Все они там окончат плохо, кстати говоря. Поэтому мне кажется, что это... Нет, ну, положим, в игре престолов все заканчивают плохо, так что это не аргумент. Да, согласен. Это не столько бревно, конечно, но неприятный элемент в глазу. Однако, если учитывать, что Игра престолов выполнена уже в той же парадигме, что и темнокожие эльфы в Ведьмаке, то мы можем рассматривать это не как исключение, а вот как проявление той самой разновидности неолиберализма, тесно сопряженной с политкорректностью. Ну, в данном случае с феминной разновидностью этой политкорректности. Однако, посмотрим, установится ли это как тенденция. Посмотрим, что будет происходить дальше. Можно было бы те же грошовые ужасы вспомнить, где главный персонаж это персонаж Евы Грин, тоже вполне центральный. Но на деле, когда мы начинаем вгрызаться, мы обнаруживаем, что там главных персонажей нет. И поэтому говорить о том, что это типичный персонаж, тоже оснований пока нет. Ну, в общем, смотрим, наблюдаем. В данном случае я хочу еще сказать, что по относительно к «Игре престолов», опять-таки, все роли, которые играют девушки и женщины, они так или иначе совпадают с теми типами, которые мы попытались выделить. То есть, нового мы бы вряд ли что-то выделили. Во-вторых, как показывает, опять-таки, практика этих сколько там, восьми сезонов, в этом случае женские роли, они уж чрезмерно, скажем так, нельзя сказать, что контрастные, но они не такие, потому что, не знаю, это самое Дейенерис или там Серсея очень талантливые, красивые и так далее, потому что они вот такими родились и такую роль играют. Нет, они такие, потому что их окружение, они на фоне кого-то такими стали, на фоне того же самого короля, на фоне там Хала Дрога, на фоне этих тупых людей, у которых считают за рабов, да, которые пытались освободить там Дейенерис, либо Северян, та же самая, одна из дочерей погибшего Старка, которая потом станет королевой Севера, то есть они как бы все равно противопоставляются тем, кто с одной стороны их учил, с другой стороны как бы погиб, либо Старк, либо муж Серсеи, либо Халдрога и так далее, они как бы вбирают их характер и дальше несут. Вот и все, как мне кажется. А тут кто-то есть? Кто-то есть, но я так понимаю, что вопросов у нас больше нет, наверное, мы можем заканчивать. Каталина, как вы думаете? Да, я думаю, мы можем заканчивать. В чате, кажется, вопросы мы никакие не пропустили. Точно ли никто ничего не хочет спросить? С надеждой уточнила Каталина. Да, мы немножечко подождали, просчитали там до скольки, до десяти, и, видимо, никто не хочет, поэтому еще раз хочу поблагодарить Артема Дмитриевича, Руслана Александровича, спасибо вам за столь содержательную, интересную лекцию, и, конечно, поблагодарить слушателей за то, что принимали активное участие в дискуссиях, и не только. И вам спасибо за приглашение и за внимание. Всего доброго! Я надеюсь, что со всеми вами встретимся завтра, тоже в 15.30, будет лекция Александра Сергеевича Голикова. Следите за нашими соцсетями. К сожалению, я не администратор, сейчас бы после этой фразы я закончила конференцию, но вот плюс-минус скоро это произойдет. Всем спасибо!